Всем привет! Давайте рассмотрим новую программу 3D Quad. Для кого-то, может, она уже известна. Вот как в ней можно делать рендер. В ней можно текстурировать, скульптить, ретопологию делать, UV Mapping, воксели, рендеры и так далее. Так, здесь у нас воксели слои, здесь ретопогруппы и UV Preview. Здесь появляется, когда вы работаете с одним инструментом. Так, что еще? Приближает, удаляет правая кнопка мыши. Разворот, вертеть у нас получается левая кнопка мыши. Вот так все простенько здесь. Здесь у нас категории, настройки, файлы, импорт. Вот, импортируйте модель в общ формате, в другом. Здесь у нас команды, шаг назад, шаг вперед, но работает клавиша Ctrl Z. Это как и в ZBrush. Так, по опциям не буду проходиться. Вот у нас есть симметрия. Можно нажать клавишу S, вот высветится окно. Или можно симметрию вот здесь нажать. Здесь вот можем по X симметрию взять, по Y, по Z. А если у нас модель несимметрична, можем выбрать свою, нажав выбрать. Все, в принципе, и поставить вот так вот, где центр. Все, это мы сделали. Если по симметрии включать, то нажимаем симметрию, жмем по X. Вот у нас выходит, здесь будет X. И все. Можем также поменять, передвинуть. Так вот будет по Y, так будет по Z. Берем по X, тогда. Модель у нас несимметрична. Вот так у нас проходит ось. Так что можно даже симметрию убрать. Будем делать ее полностью. Так, с этим мы разобрались. Давайте теперь рассмотрим. Вот у нас есть такие вот вершины и грани. Сейчас я побольше поставлю. Включаем вершины и грани. И вот как она работает. Вот мы ставим точки. И вот так вот продолжаем все это дело размечать, ставить. Кстати, очень просто все это делается. Так, вот так, когда мы наводим на наши четыре точки, вот эти поставленные, вот выделяется у нас полигон. Нажав правую кнопку мыши, вот он выделяется. Так мы можем им делать. Так, что еще можно здесь делать? Нужно рисовать полигоны. Нажимаем рисовать штрихи. Кстати, вы видите, что когда вы что-то нажимаете в 3D Quad, высвечиваются подсказки и клавиши, для чего нужно, зачем, как делать. Так что это очень просто. Читайте. Все здесь понятно. Проводим линию. Нажимаем Ctrl. Проводим линию. Левая кнопка мыши. И так далее. Работает это все вот таким образом. Вот мы нарисовали с помощью Ctrl и жмем Enter. Все, вот у нас полигон. Вернувшись на вершины и грани, можем расставить здесь точки и вот так вот их соединить. Вот у нас получился вот такой вот полигон. Как это все дело исправить? Есть такая штука полигоны. Вот. И мы можем регулировать. Можем вот так вот рисовать просто. Две точки он нам дает. И две мы дорисовываем. Очень просто, кстати. Чтобы сбросить это дело, нажимаем на другую функцию. Все. Не нужно. Давайте теперь исправим вот этот полигон. Так. Как он это делается? Так. Давайте теперь нажмем настроить вершины. Кисть уменьшается колесиком у нас. Вот видите, можно поставить больше, поставить меньше. И вот мы берем вот эту вот вершину. И вот так вот можем ей регулировать. Вот так вот делать. Есть еще сдвинуть ребра, разделить ребра и сложить. Все здесь нарисовано, все простенько. Так. Вот можно выбрать, править кистью. Делать вот, более-менее регулировать полигоны. Вот так вот. Делать сетку, какую нам надо. Теперь, чтобы исправить, есть такая штука, удалить полигоны. Вот можем нажать, удалить этот полигон. Этот подправить и просто переделать. Можно удалить ребра. Вот тут это ребро можем удалить. И поставить вершинные грани. И просто так. Вот так вот дорисовать. Все это нужно отрегулировать, добавить здесь тоже ребра. Так вот, можно сложить их. Вот так вот. Так, можно разделить. Вот так они делятся. Вот так все это выглядит. Здесь можно подрегулировать, перенести, состыковать. Также можно сдвинуть ребра. Вот так вот. Вот так вот. Программа очень проста. Изучайте, смотрите. Вот он у нас, импорт, экспорт. Также здесь можно сделать... Сейчас покажу вам. Развернуть. Вот у нас развернулось полностью то, что мы делали тут. Наша сетка. Вот так она выглядит. Можно сохранить, загрузить, опять же, импортировать, экспортировать нашу сетку. Вот эту полностью ретопологию в ZBrush. Словно, все простенько изучайте. До свидания. Экспериментируйте. Продолжение следует... Продолжение следует...